Вольность и себе перестановок не позволяет и во всех последних матчах. У мадридцев сегодня Тибу Куртуа в воротах 25 номер, в центре обороны действует Рафаэль Варан 4 номер и... Вот расстановка, также 4-3-3 играет и Аякс, но сначала Сутиеш, 31-й Николас Тольяфика, вот расстановка, блин, де Лихт, центр обороны. Кстати, это в том числе проблема и для сборной может быть. Посмотрим и на сборную, в том числе, впереди у голландцев. И переходит Аякс в контратаку, Серкио Ригелон, оставшийся здесь в центре, мяч достается Реалу, Модрич. Очень изящно Модрич дважды в развитии этого эпизода сыграл пяткой. Атаку направо, у Васкиса есть пространство, высокая подача, опасно перекладина. Или даже бывал на передовой в такого рода моментах головой. Мы на чемпионате мира в этом убедились, да и в составе матридского Реала. Он успел его накрыть и это, конечно, был супер голевой шанс. Варан здорово играет. Вот еще раз как Варан абсолютно без помех наносил этот удар Мозрауин. Но разговоров по-прежнему много. Пока эпизод борьбы в центре поля и здесь нарушает. Реал прессингует, Реал не собирается выпускать соперника из-под своего давления. Тут же создает момент, опасный удар и гол Аяк забивает в первой атаке. И даже момента вроде не было, но подключился один из лучших бомбардиров голландского чемпионата, голландского футбола. Хаким Зиедж и вогнал мяч в дальний угол. Вот, пожалуйста, Реал в обороне со всеми вытекающими отсюда прелестями. Но он не играл в обороне еще. В этом эпизоде оказался Тони Кросс, большой, большой и пламенный ему привет. В Москве привез себе гол в Лужниках и здесь. Зазевался, отобрали у него мяч. Это Тадич здорово поборолся. И Зиедж уже не имел права промахиваться. Да, это сложная достаточно проблема для мадридского Реала. Она зрела давно и сейчас в половине без владения. Просто с давлением. Варан через короткий пас Реал выходит до поры до времени. Да, другой, даже проиграв дома, он претендует на большее. Вот еще одна атака. Там Казимиру перехватил. Получится ли бы спится? Карим Бензима все-таки получает во второй фазе этой атаки мяч и зарабатывает первой угловой. В первом матче это бросалось в глаза, когда молодой и очень быстрый Аякс Реалу доставил массу проблем. И Реал должен быть... Это можно, ох, как здорово увидел. Кросс, пауза. А еще одна, это уже слишком было. Блинт, конечно. Говорите, он был самым легендарным голландским футболистом Эднерес. Красота, красота какая. Как Бензима, но Иваскес и Венисио с угловой в результате. Хорошая контратака получилась. Венисио с местью Васкес. Еще один заброс в штрафную площадь. И снова Варан бьет. Вот так после двух угловой был Роналду, а продолжает атаковать имена Аякси. Еще один момент. Можно простреливать вдоль ворот. Нет, здесь Варан, на каком который открывался. И сейчас пойдет, конечно. Регелон. Прострел низом. Слишком просто. Несистемные. Пока Лукас Васкес подает. Да, мы радовались. Прогазворот. Зидановский. Мы увидели передача. Опасно. Удар. Гол. 2-0. 2-0. Аякс ведет на Сантьяго Бернабеу. И забивает Нереси. Какой пас легкий, свободный. Удивительный момент. Как Аякс теперь стал реализовывать то, что происходит. Кстати, эти люди в красном. Это же как раз. Боличцы Аякса. А Реал, по-моему, напрасно выходил в этих красных тужурках из под трибунки. Уже Реалу никак не попасть в эту команду. Блинд опять выбивает за боковую. Но Реал. Все-таки, ну, Гаррид Бейл вообще про разочарование многих лет для мадридского. Но это у него пока с ударом не очень. Ну, а сейчас поторопился с решением. Какой пас. Нерес выходит к воротам. Опасно. Удар. Пустые ворота были. Но вырезал с левой ноги немного. С вот этими своими качествами, смелостью прежде всего, скоростью, когда Лукас Васкис бьет. И здесь Анана здорово играет. Ну, а Аякс как раз. В поле важен и первый гол. И удача, которая тебе сопутствует сразу. Ну, и вообще роль эпизода. По-моему, Зиеш был. Да-да-да. С левой ноги передача. И она ведь не прис... Фолл в нападении. И все-таки, что ни говори. Великолепный будет удар по воротам. Анана отбивает мяч. Бензима чуть назад на Венисиуса. Ушел уже мяч за пределы поля. И у 27-го матча Ленордом на кубок. Еще один момент. Момент. Удар по воротам. И это снова голевой момент. И Тибоку. Ну, давайте посмотрим сейчас за подачей стандарта. Лука Мудрич. Сложное движение. Но там защитники все прочитали. Карим Бензима, который проводит сейчас отличный отрезок. Он теперь должен делать все. И вглубь. Воспитанник Саутгемптона меняет воспитанника Урала. Лукас Васкис, воспитанник футбольного клуба Урал. Скорость уходит Венисиус от защитника. Он штрафной удар. И мимо ворот. В боковую часть сетки. Все авансы выданы ему. Они совершенно не преувеличены. Действительно большого таланта игрок. Ну, проблема для Венисиуса, во всяком случае, пока все комплименты. Поворотом. Жизнь научит. Да. И Салария, скорее всего. Но это действительно про Бртайк. Ну, вот момент Аякса вновь. Это Ванденбек. Ванденбек получил передачу в штрафной площади. Правда, он... Нерес по штрафную. Нет, не прошел он. И здесь подбор. Подбор за подбором. Удар. Куртуа спасает. Фрэнки де Йонг. Передача. Прострел. И шага не хватает. Тадичи, чтобы замкнуть. У Бейла появилась возможность сыграть на левом фланге. Асенсио ушел направо. Бензима по-прежнему в центре. Оба... Атака Реала. Ой, как высоко. Это вратарский мяч. Скорее всего, нет. Ошибка. Онаны. Рвакали тут же рядом соперник и Блинт врезает мяч. Хорошая пауза. Мяч штрафной. Асенсио удар. И опять подкат. И опять это Дейли Блинт. У Реала и момент. Ригелон прорвался в штрафную. Но удивительно видеть на острие сергей Ригелона. Мим собой. Но смотрим за атакой Реала. Это Гаррет Бейл. Гаррет Бейл. Снова штанга. Второй раз в сегодняшнем... Если там и была рука. Вот здесь было нарушение правил. Ассенсио на газоне. Тарья Фикони по вратарской. Нерес. Вот момент для Аякса. Последний. 59-0-0. Легкость иногда даже излишняя. Плавность, которую Аякс перекатывает, перебрасывает. Мехой тут класс. У нас еще надо набрать. Модрич. Вот это здорово. Он развернулся угловой. Но Де Йонг, конечно, хорош весь Аякс. Вообще такого рода команды. Они действительно лучше. Входи. Куртуа мяч в воздухе. Перерыв. Перерыв. Тяжелая. Гнолтая карточка в первом тайме. Полузащита. Ван Дебек. Шестой. Вахаль под вторым номером на правом фланге. Слева Сергею Ригелон. До которого сейчас меч не долетел. Номер 23. В середине Лука Модрич. Прорывается сам под удар. Готовил этот момент. Уже понятно было, что Лука не отдаст. Слева и заброс штрафную площадь. Бензима. Удар с разворота. Угловой мне показалось. Долго. Тадич нет. Ох, какая передача. Тадич. И Ван Дебек не забивает. Вторая опять передача в разрез между защитниками. Тадич. Зиеш. Де Йонг совершенно не стал спорить. Бог с ним у меня еще будет. Заберу этот мяч обратно. Под него подкатывался не очень аккуратно. Удачный пас. Бэйл против Зиеша на фланге. Еще один угловой для Мадрида. Забегание Ригелона. Удар. Ван Дебек в офсайде. В офсайде небольшом. Может быть, как ее исполнить, когда три соперника рядом. Бензима. Хорош Бензима. Он все-таки сумел пройти. Снова Модрич. И, как правило, два соперника у каждого игрока Реала. Понятно здесь. Сделал передачу. Едва не исполнил ее. Но Шин Тадич. Здорово, конечно. Он читает любой эпизод. И сразу это видели. Но Бензима-то тем и хорош. Что он может обыграть один в один штрафной. И едва не забивает. Карим Тадич. Пас в разрез. Здесь. Удар с острого угла в исполнении Мазрау. Наслаждается оригинальными решениями. В каждом эпизоде. Тадич Шоне. А в сайте. Защитник передача. На ход. Дебег. Тадич. Ну, удар поворотом. Потрясающий гол. Должен был в этом матче забить и этот игрок. Душан Тадич. Почти выводит Аякс. Четвертьфинал Лиги Чемпионов. 3-0. Оказывается, не только ЦСКА умеет так выигрывать на Сантьяго Бернабе. Но это просто фантастика. 3-0 в пользу Аякса с великолепным голом Тадича. И как вот здесь поборолся Назрауи. Мяч ушел вообще-то. Ушел. Ушел. Да, запретил. Есть Вар, кстати. А есть Вар? А Вар да есть в Лиге Чемпионов. Может быть и посмотрим. Надо смотреть. Но дальше все было сыграно. Но это просто великолепно. Надо смотреть. И я полагаю, поскольку самое главное. Гаррет Бейл борется за мяч. Может быть важнейшие 25... Бейл и Бензимов в штрафной. Ригелон здорово убрал одного. Асенсио бьет. Первый есть. Осталось 2 Реала забить. 1-3, 3-4 по сумме двух матчей. Вот еще кого не было в роли центра форварда. Это Марко Асенсио. Он, кстати, очень много сделал в этой атаке с самого начала. Ригелон со всех ног прилетел. Зиеш махнул мимо мяча. И Асенсио попал. Но вот наконец-то Реалу немного повезло. Мяч от... Неоправданные ожидания. Проблема технуждю. Совершенно верно. И Куртуан опрасно ждал подачи. И оттуда вообще-то... Боже на то. И поймал он Куртуан в ожидании. Нам классик однажды сказал, что... Мэн Джонни готовил этот удар. А вот это Куртуан! Куртуан!